всех приветствую на своем канале с вами не агара и я начинаю наверное самое эпичное самое продолжительное прохождение skyrim да очень многие из вас это будет смотреть знакомы с этой игрой всех кроме меня так получилось ни в одну из частей не играл и включая это тоже для меня это первое слепое прохождение поэтому огромная просьба всех кто хорошо знаком с данной игрой не бомбить в комментариях я не смотрела никакие прохождения не читал некие гайды естественно буду идти так вот как новичок представлять вы только запустили игру и вы окунаетесь в этот мир я очень хотела познакомиться с данной серией и меня очень многие просили это сделать и вот настал настал тот самый момент наверное не стоит много вам рассказывать об этой игре просто пока будем ждать вступительную кат-сцену немножечко вам скажу конечно же новая игра есть естественно и так это ролевая игра в открытом мире пятая часть в серии была она выпущена в 2011 году имеет три дополнения загружаемых и получила игра очень высокие оценки критиков собрала много наград имела коммерческий успех игровой процесс написано может занять около 500 часов как вам такое я не думаю что я пройду все 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 квесты облажу все уголки этой игры вряд ли такое произойдет но посмотрю по крайней мере все что смогу то выполню эй ты не спишь ты нарушитель границы так надо же тебе было налететь прямо на имперскую засаду они нас поймали и ворюгу этого проклятые братья бури скорее не было тихо пока вас сюда не принесло империи ни до чего дело не было если бы они вас не искали я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в хаммерфелл эй ты нам с тобой здесь не место это за братьями бури империя охотится мы сейчас все братья и сестры по судьбе ворюга эй ты обращение так себе по придержи язык перед тобой ульфрик буревестник истинный король скайрима ульфрик я рубенхельма но ты же ваша к восстанию если тебя схватили о боги куда нас везут я не знаю куда нас везут но саргард ждет и не может быть я сплю я сплю мы уже почти доехали эй конократ а ты из какой деревни тебе это что последние мысли норда всегда должны быть поздно мне кажется так идет война насколько я почитала немножечко почитала об игре википедии я как-то влюблен в одну тишу шитья интересно виллу еще варит мед с маржевеловыми ягодами когда я был мальцом мне казалось что нет ничего безопаснее имперских крепостей здесь можно принять сторону либо империи либо ополчение а можно и вообще не принимать ничего стороны война все равно будет за кадром идти там на фоне почему мы остановились а ты как думаешь приехали да отлично кап выгружаться до пошли не будем заставлять богов дожидаться постойте мы не повстанцы и смерть с достоинством вор скажи им правду мы не с тобой это ошибка когда вызовем делайте шаг вперед по одному ох и любят имперцы все делать по списку ульфрик буревестник ярл виндхельма я горжусь тем что служил тебе ярл ульфрик этих вызвали уже я пока не могу пошевелиться и ног своих увидеть убежал кто еще хочет поспорить постойте а и ты а у шаг вперед почему все называют меня и ты а кто ты кто ты а я мужик так ну здесь у нас да можно выбрать разные расы тела голова в общем создать какого угодно персонажа меня просили не выбирать каджета потому что все его выбирают и всех прохождение большинства с этими каджетами имперец высокий или какую-то страшный баритонец органи оооо милашка рептилия да Да, ну, я бы вообще хотела, конечно, выбрать женский род, тут еще, норд, орк, тоже милый, редгард, темный эльф, оу, в общем, я вам предлагаю немножечко прерваться, я создам, потому что это, ну, представляете, это же скучно смотреть, я буду долго сейчас читать про всех, выбирать внешность тела, голову, там, в общем, все прочее, вот, когда я уже создам своего персонажа, мы с вами продолжим, в общем-то, прохождение, я чувствую, уже будет очень интересно, ну, ребят, в целом, как-то так, я там поперебирала, и раз, и поперебирала, и там разные головы смотрела, и прически, в общем, ну, вы сами понимаете, покопалась, но не очень долго, в общем, выбрала я лесного эльфа, потому что они известны, как босс миры, нет, не поэтому, отличные воры, разведчики, и никто во всем Тамриэле, Тамриэле, не сравнится с ними во владении луком, стрелять из лука, это хорошо, они обладают врожденной сопротивляемостью, ядам и болезням, тоже немаловажно, также они могут подчинять своей воле животных, заставляя их сражаться на своей стороне, вот, и девушка у нас вот так вот будет выглядеть, нормально, закончить и выбрать имя персонажа, да, о, имя, это же самое сложное во всем этапе прохождения, ну, давайте ее будут звать, знаете, как Киара, хочу вот так вот, пусть она будет у меня Киара, немногие лесные эльфы осмеливаются прийти в Скайрим в одиночку, а то? Капитан, а с этой что делать? Ее в списке нет, в бездну список, давай ее на плах, как прикажете, капитан, мне очень жаль, агрессивная баба, отправлю твои останки в Валенгуд, иди за капитаном, ну, я так понимаю, нам нужно будет что-то предпринять, не хотелось бы тут помирать, что за начало игры, сразу казнь, Ольфрик Буревесник, здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героя, но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон, вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос, а теперь империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Ой, какая красота. Какие там вопли? Да, генерал Тури, подготовь их в последний путь. Ныне же веряем мы души ваши, Этериус, и до предупреждения... Во имя Таласа Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете... О, это плохо, я так понимаю. Мои предки улыбаются, глядя на меня имперцы. Так себе зрелище. Улыбаются вам. А, жесть. Я думала, они покажут. Имперские ублёки! По делам! Смерть против буря! Жил без страха и умер без страха. Дальше весной эльф! Да ты чё, блин, пристал-то ко мне? Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Вот этот мужик, кстати говоря, да, умер так... мужественно, я бы сказала. Подошёл сам спокойненько. Принял эту участь свою. Дракон! Дракон! Какими тучами он уже сидит вон у вас за спиной? За тучами. У меня какая-то контузия, по-моему. Попробуй шансы! Плотки наткнут! Сюда! Куда? Сюда, как ли? Ой, все разбежались! Ха-ха! Я за ним! Я орлуй! Стой! Неужели легенды не врут? Легенды не сжигают деревень. Тут раненые. А что, мы тут закрылись, да? Все равно? Надо уходить! Быстро! Наверх через башню! Бежим! Нам нужно... Бегу! Вау! Неожиданно! Ух ты какой-то красивый! Ой, не надо сжечь меня! Спасибо! Ха-ха! Красавчик! И что? Меня тут завалили? Думаешь, мне стоит спрыгнуть? Я как бы прыгнула, но не совсем на... Ого! Не совсем на крышу. Пооткрывать ныкайся, не найдут. Нет, здесь нечего делать. Оу! Так, тихо, спокойно. Где он? Мне что-то говорили по поводу крыши. Здесь заперто. Шикарный, шикарный дракон. Мне тут обещали, что их будет очень много в игре. Так, а что мне опять туда, через башню на крышу? И туда, видимо. Ладно, пограли. Ты мне ничего не хочешь сказать, Нити? Придется повторить прыжок. А, вон туда. Понятно. Ну, еще, видите, с управлением ничего не знакомо. Поэтому так, конечно, некоторое время будут тупить. Так я поднимаю сюда. Иду, иду, иду. Думаешь? Вау! Да-да-да, я прям за твоей спиной. Он меня нахваливает. Ты молодец, ты просто молодец. Что за письма, че у меня, че у меня заниматься? Я с тобой пойду. Ты куда? Да-да-да, как скажите, мужчина. Я только за вами. Ау! Так и было задумано. Вау! Легко сказать, не отставай. Вы несетесь, как Сайгак. Проклятый предатель! С дороги! Ах, это он так быстро! Мы бежим и сбежим, Хангл! Воу! Отлично! Надеюсь, дракон всех вас в Совенгард заберет. Эй, ты! Быстро в крепость! Войдите в крепость, да? Идем! Идем! Иду! Надо попасть! Надо попасть что-то там куда-то. Он там мне обещал попасть. Уровень первый. У меня. Я еще так. Ну, бярина. Похоже, кроме нас никто не спасся. Это и правда был дракон? Правозвестник конца времен? Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Давай разрезай. Я только за. Ну вот. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Ой, спасибо тебе, дорогой. Поищи что-нибудь. Смотри там, в сундуках. Имперская легкая броня. О, смотрите, мы можем первую броню, наверное, свою найти, да? Взять все. Железный меч, сапоги и ключ. Конечно, все берем. И опробуй тот меч. Давай не будем задерживаться. Это двор еще рядом. Посижу. Подожди. Что-то взяли. Опробовать меч. Ну ладно, пока у нас здесь вроде как все безопасно. Да? Смотрите, меч можно взять. Ну. Ага. Я, кстати, да, на геймпаде играю. И я, наверное... Я не знаю, зачем пивные кружки. Присяду и вам немножечко расскажу, чем эта часть отличается от предыдущих. Здесь есть возможность создания собственных персонажей. Конечно же, есть возможность стать оборотнем. Да. Здесь есть пять школ магий. И по сравнению с предыдущими частями появилась возможность готовить пищу и рубить дрова. Видимо, это немаловажно пригодится. Монстры будут подстраиваться под мой уровень прокачки. Это не может не радовать. Но также я прочитала, что если я, допустим, зачистила какую-то локацию на пятом уровне, а потом пришла туда на пятидесятом, то монстры будут пятого уровня. Вроде как. Должно быть так. Экипировку можно сменить прямо в процессе битвы. То есть, если у меня там не против магии или огня, то можно взять и поменять. Это тоже интересный факт и удобно достаточно. А также в игре есть возможность выйти замуж или жениться. Как вам? По-моему, замечательно. Так, я не знаю, зачем я собираю. Может быть, я их потом продам, все эти миски. Что там еще взять? Монеты. Золото есть. Золото, конечно, будем брать. Обычно в таких РПГ очень скудно с деньгами. Обычно. Что Ведьмак, что Драгун Эйдж я играла. Поэтому будем собирать все, что есть и продавать все, что найдем. Тактика сводных отрядов войск в пятилетней войне. Том 1 кодус колонус. Это очень долго читать. Я, наверное, не буду это все прочитывать. Иначе 500 часов геймплея превратятся в 1000. Можно вот так вот пролистать. Видите, сколько страниц? Вся книжка. В общем, мы ее забираем. Я, может быть, на досуге там потом для себя это все прочту. Я хочу подробно осмотреть все. А, в нем пусто. Сразу же было написано. А в этом? Шлем и золото. Ну, конечно, мы все забираем. Это что? Нету, нифига. А пробовать меч нужно каким-то образом еще. А это что? А это что? Тоже забирай. Я, по-моему, три меча уже собрала. Да, ведь? Вино. О, конечно, бери. Венища. Венища. Что там еще? Деревянный черпак. Может быть, я буду готовить себе еду потом. И вес, да. Здесь так же, как и в третьем Ведьмаке, значение будет иметь вес. Сколько всего я набрала. Если я набрала много, буду ходить медленно. Так, что у нас есть? Магия, карта, предметы, навыки, прокачка навыков, карта. На карте мира разведанные места обозначены светлыми значками. Там, где я уже побывала. А те, которых вы только слышали, темными. Ну, темная карта, естественно. Логично. Вы можете выбрать любую разведанную точку и быстро переместиться туда. Это удобно. Это хорошо. Куда-то там. Непонятно. Ладно. Ну, мы в крепости, в принципе-то. Давай еще предметы посмотрим. Все оружия. Железный меч. Три штуки. Выбрать. То есть мне надо. Вот так. 8 урон. Плюс 8. А, ну все, я его выбрала. Типа он у меня в руке, да? Я так понимаю. Чтобы бросить оружие, нажмите X. А, обнажить, господи, а бросить. Так. Так. А чтобы рубануть что-нибудь. Подожди, я уже с мечом. Нет, ну-ка. А, это сесть. Это карта. Так. Это прыжок. Ага. Сейчас. Это блок. Ой, ребята, все. Все. Блок рубить. Все понятно. Такие крики у меня там. Одежда. Давайте посмотрим. Сейчас я, наверное, вот в этой домотканной. Мешок с поясом. Имперская броня. Что-то у нас плюс 25. Неплохо. Наверное, надо выбрать. Так, дальше. Сапоги. Тоже берем. Шлем. Ну, такой, знаете. Ну, опять же, броня. Ладно. Оденем пока что. Что же делать-то? Пища. Что это? Вино. Оно пополняет, да, запас? Запас сил восстанавливается на 30% в течение 30 секунд. А вино? Ага. Ну, тоже 15 единиц. Хорошо. Книги. Это то, что можем почитать. Ключик у меня есть от крепости. И разная. Бодья. Стоимость одна монета. Какие мы будем шикарно богаты. Не тулу с собой. Будем таскать игрушки. Прекрасно. В общем, уходим. Все. Я маленечко поняла, что к чему. Вон он стоит. Взять бодья. Ну, бери пока у меня перевеса нет. Будем собирать всякие бодья. Я не думаю, что потом я и буду собирать. Слышишь? Братья Бури. Может, нам удастся с ними договориться. Ну, может быть, и удастся. Пошли. Побеседуем. Эй, погоди. Стой. Мы про... Я здесь хочу умереть. В смысле? Ты где? Бей. Бей бабу. Ну что? Тихо. Слушайте, от первого лица я не привыкла сражаться. Осмотреть. Все. Он сдается. Давай его допросим. Наверное, их... Погоди. Я попробую открыть этот... В смысле, ты его совсем убил? Он же сдавался. Ты че? Че творишь-то? Ой. Это... Ой. Прикольно. Все забрал, и они голые валяются. Это ржака. Так, че там? Нетла опять светильная. Поторопимся. Да сейчас поторопимся. Ой, слушайте, прикольный рок такой. Свеча-рок. Классная эта штука. Хочу. Пошли. Я хочу потом посмотреть. Может быть, я себе получше еще какой-нибудь брони-то набрала. Боди всякие кружки. Это я, знаете, по первости, первые две серии так буду все собирать. Поэтому не бомбите. Картошку возьмем. Потом мне это все, естественно, надоест. Я во всех играх такая. Собираю, собираю все очень подробно. Все осматриваю, все читаю. А потом просто несу сюжет. Чисто по сюжету. Рубить, кромсать, мочить драконов. Основная наша проблема, конечно же, не имперция. И не братья эти, а дракон. И нам придется его восстановить. Дракон никак не уймется. Что ты делаешь? Надо бежать из Хелпина. Жиба! Имперцы держали тут зелье. Нам они пригодятся. Смотри, трава. Ой, да пусть он там дерется. Пока я боди, пособираю. Ладно, сейчас... Ой, коврик-то какой персидский. Ты что, победил, нет? Помочь? Дайте вот за него болеть. А, давай, давай. Заходи справа. Справа заходи. Молодец. Тебе меня не побить. Тыц. Ох, как красиво. Низкий запас сил. Ваш запас сил на исходе. Что нам паховать? Это может помешать вам проводить силовые атаки и быстро бегать. Выпейте зелье или подождите, пока запас сил восстановится. Теперь тут никого нет. Старая кладовка. Посмотри, не найдется ли каких зелий. Зелий по в чем-то. Они точно лишними не будут. Ну я подожди. Я вот, видишь, побежала тебе помогать. Поэтому давай... О, картошку, картошку взять, конечно. Я пока буду ждать. Восстанавливается. Вот я вижу мясо, кролика, естественно. Фазан. Мы себе тут жируем. Столько еды набрала. Вот эта зеленая может запас сил, я так поняла. Винцо прихватим. Ты нафиг мне эти миски, я не знаю. Винцо бери. Потом надо будет все быстренько продать. И интересно, сколько вообще всего вес, который я могу таскать. Это я пока не уяснила. Много ли я могу собирать вот этих вот всяких чугунов, чугунов, кастрюль, кружек. Выбыл тать. Так, слабое. Что-то там какое-то зелье, по-моему, было. Кружки, кружки. Смотреть буфет. Чугунный ковш. Берем. А, тут вот так вот пусто. Тут нужно полочки осматривать. Ясно, ясно, ясно. Так, посмотреть буфетку. Слабое зелье, запаса сил, лечение и ма... Так, маги, все забрали, естественно. Все, все, все забираем. Братья бури. Если посмотрю, может быть у них покруче будет снаряжение капустка. Чем мое. Это тоже можно взять. Ну, стоимость на одна монета. Я не знаю, потом надо будет посмотреть. Все взять. Насколько дорогая будет амуниция там. Если тут по одной монетке так продавать, так... Что это? Слабое зелье, лечение, соль. Потом что-нибудь сварганим. У нас, правда, уже есть готовый фазан и кролик. Но еще есть картошка. А что, готово? Сюда. Нет, подожди. Подожди, мне тут корзинки еще. Я хочу банчить корзинами. Так, куда он... А, он меня там же ждет. В общем, мы собрали все, что от нас требовалось. Шкура. Я обултала прям очень подробно все. Ну, пока так. Мне кажется, этим парням не очень понравилось, как я развлекал их приятелей. Ты хоть знаешь, что происходит? На Хелке напал дракон. Дракон? Да брось. Не говори глупостей. Ага, глупости. Хотя, если вдуматься, там действительно был какой-то странный шум. Еле ноги унесли. Надо выбираться отсюда. Ты мне тут не командуй, мальчишка. Ты меня что, не слышал? На крепость напал дракон. Погоди минуту. Похоже, за решеткой что-то есть. А че он так медленно стал ходить? Я сто лет назад ключи потерял. А, все, перевес, ребята. Все, я поняла. Смотри, не получится ли подцепить отмычкой. Нам все пригодится. У нас перевес. Давай, знаешь, че тогда? Я посмотрю, че там у нас по оружию как раз сейчас. Железная булава О2. Ну, она, наверное, медленнее замах. Молот плюс 11. Че себе. Топоры полегче. Самый быстрый меч. Я так думаю. Потом топор и остальное. Это уже тяжелое. Там больше урон, но замах медленнее. Плюс 8. Хочу вот такой двуручный. Перегружение не можете бежать. Это я уже поняла. Так, щит. Щит берем. Наручи наденем. Так. Это все хуже, чем то, что есть у меня. Но оставим. Это все-таки подороже стоит, чем всякие боди. Их надо повыкидывать. Котелки, боди. Зелья. Ага. Пища, смотрите. Офигеть. Сырая кроличья ножка. Соль. Это вообще нормально. Соль. Книги, ключи. Так. А где вообще? Боди А7. Вот, например, вес 0,5. А, нет. Не очень-то это. Вес 13. Вот что у нас тяжелое. Опять же, стоимость хорошая. Что выкидывать даже, не знаю. Все, жалко. Казаны вот эти вот, например. Да, бросай. Так. Корзинки. Сколько там вес 0,5? Все 6 штук, да. Что там? Ладно, зря я их насобирала. Короче, видите? Меховые перчатки. Вес 5. Ой. Стоимость 5. Ладно. Что там у нас сейчас нормально? Меховые сапоги тоже, да. Столько выкинул. Открываем. Отмычками. Взлом. Чтобы повернуть отмычку, используйте. ЛС, а затем Р. Повернуть замок. Ага. И что? Сломалось. Подожди. Поворачивайте ЛС. Вот. Все, сработала. Быстрая загрузка пошла у меня отлично. Что-то не сразу я поняла смысл. Как еще делать? Так. Томик тоже берем. Слава Азили берем. И у него здесь монетки. Жалко, что нельзя сразу всю кучу взять. Каждую нужно подобрать. Ну да ладно. И опять перевес. Так, мешок муки. Подожди. Пивные кружки вот, например, всякие. Давай выкинем. Да. Чувствую, ну это прям все такое хорошее. Щит. Вес 4. Ладно. Вот эти штуки. Чуговный ковш. Ну, должно быть все нормально. Не видишь, я работаю? Или хочешь остаться и помочь? Кем ты тут работаешь? То, что заберу. Опять медленно пошли. Кстати говоря, там, по-моему, у нее что-то было прям такое нормальное. Ну-ка. Нам нужно хотя бы одну было вот это выбросить. Она ошибка тяжелая. 13. Так, и железный меч выкинем. Так. Вот так. Все. Нормально, можем бегать. Посмотрю, у нее я что-то собрала такое прикольное. Так. Плюс. А, нет, нифига. Ну и ладно. И меча у меня нет. Молодец. Так, дворочный меч взять. Да. Ждет меня. Все, пошли. Ты знаешь, там ведь нет выхода. В смысле? Открыть. О, опять эта фигня. Нет. Я не понимаю, как это открывать, но у меня там полы... А, смотри. Короче, ну нафиг. Новичок. Видимо, с опытом придет... И умение открывать... Но пока что очень сложно. Да, я представляю. Какая-то жопа. Пыленники, кстати, есть что у тебя? Рваный балахон. Не, оставь себе. Спасибо, конечно. Я сейчас пока, раз у нас такой перевес дикий, сразу... Я намрала, потому что всякая чушь. Буду собирать только оружие. И монеты. Подгоняют меня еще? Кто здесь? О! Бей! О, как я ее... Так, тихо, тихо, тихо. Это свои. Он с молотом. Опасный тип. Подожди. Так, что у него берем? Берем все. Сейчас опять не смогу идти. Бегать. 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 Ладно. Этот унес... Кто-то стреляет из лука. А, вон лучник. Блин. Двое. Черт, побери. Двое лучников. Так, железные мечи давай побросаем. Бросить. Молот, булава. Ну что, нормально? Ну что, нормально? Бежали. Так, а могу я мечом блок поставить? Надо до них добежать. Так, ты давай, бери их на себя. Пока отвлекай. Обычно у лучников броня так себе. Самые слабые соперники. Давай. Забирай, что у него там. Я чувствую, я очень часто буду. Железная стрела. Заходить сюда, чтобы что-нибудь выбросить. Пошли быстрее. Что, в смысле? Еще кто-то стрелял, что ли? И у меня восполняется ХП, насколько я вижу. То есть мы выходим из боя. Идет восполнение ХП. Это хорошо. Хорошо, что не надо хилиться. Ну, если не сильно сняли, конечно. Ну что, у меня первый уровень, конечно, я еще такой. Нубище. Пошли вперед. Остальные как-нибудь выберутся. Ну, у нас как бы выбора уже теперь нет. Понятное дело, что они как-нибудь выберутся. Хочешь, не хочешь, мы не можем за нее вернуться. А здесь что? Нам, наверное, не туда, да. У меня все любопытно, что здесь. Пошли. Да подожди. Кошелек с монетами. Нифига себе, пошли. О. Какие-то, блин, туннели. Это что? Слабое зелье лечение, а ты говоришь. Золото, конечно, берем. Так, туда я никак не могу пролезть. Здесь нет ничего, да? Попрыгнуть тут я не могу. Интересненько. Может быть, я там просто что-то не заметила. Ну, по крайней мере, здесь взяли полезные вещи. Поторопимся. Да-да-да-да-да-да-да. Все время копыт мне на мазки. Давай быстрее, давай быстрее. Так, это что? Там тупик. Где? Думаю, лучше попробовать тут. Ну, там пойдет на тупик. Так, а что там? Все, да? Так, какие-то пауки. Их... Эээ... Не надо... Узна... А-а-а! Ничего себе, как они умеют. Я убил! Я тебя убью! Да вообще жесть. Ты убивай там, давай быстрее. О-о-о! Красивое добивание. Вот тебе и конец. А что дальше? Пские змеи? Мы с них можем что-то собирать. Яд. Яд обморожения. Потом, может быть, им пропитывать меч, например. Или использовать для чего-нибудь. Или если я не права, то это я в ведьмака переиграла. Это бывает. Там типа мутагены. А можно вот эту? Ать! Нет. Кстати говоря, двуручным замах тяжеленький у него такой довольно. Ой-ой-ой! Что такое? Я кто? Упала, что ли, на голову тебе? Обычным мечом она быстрее билась. Ну да ладно. Так, ты че? Тут можно пройти. Сейчас, подожди. Посмотреть, кладка. Паучий яйцо. Смотри-ка, че нашли? Не знаю зачем, но... Ну возьмем. Раз лежит, значит зачем-то пригодится. Больше нет нифига. Кажется, тут можно пройти. Ну да, тебе не кажется, можно. Так, а тут если пойти? Ну тут в принципе без разницы, правда. Там медведица впереди. Ух, видишь? По мне с ней лучше не связываться. Почему такая жесть? С самого начала. Смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Я не умею так красно взять железный шлем. Подожди, вес 5. Мед. Че там еще? Нет, всякие светильники мне не надо. Вот шлем. А, ну я как раз буду медленно ходить. Подожди, ты че говоришь взять лук? Если ты еще сливчик. Вряд ли я еще сливчик, конечно. Очень прямо, вряд ли. Так. Так, ну мне в принципе можно вот так обойти, да? Я так понимаю. Че будем валить-то, нет? Если меня убьют, то это будет первый эпик фейл. Так, у меня 31 стрела. Поехали. Не любишь прятаться, значит. Ну я хочу попробовать хотя бы. А-а-а! Пусть не видит. Я ее убила, 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 убила. Кстати, я заметила, что не было уровня сложности выбора. Слушай, давай стопорик, а не, плюс один. Боевый молот плюс пять. Блин. Ну давай попробуем молотом подраться. Ну конечно. Ох, как медленно оно зато будет убивать. Нормально так. Шкура, стрела, когти. Все, забираем. И опять же, что-то выкинуть надо. У меня там, подожди, одежда. Шлем, наверное, да? Плюс четыре. Ой, смотрите, какой рогатик. Щит. Так, а у меня там в двух руках молотный. Я не могу не носить щит, да? Шлем. Давай. Этот выкинем тогда. Капюшон мага новичка. Ну я вообще, по-моему, не маг нифига, да? Еще ни разу. Кирасы. Одиннадцать штук кирас. Кыш, бросай. Все. Сейчас будем бегать. Летать, парить. Пошли. Первая серия. Уже дракон. Уже сражения. Имперцы, братья. Уже тут медведи, пауки. Нормально. Что-нибудь, что тут нету, да, у меня? Эй. Уже весело. Не прошло и часа. У меня, кстати, игра, по-моему, еще стрелы, да? Потому что цель... Это... Подожди-ка, оружие. Убрать их отсюда. Вот так. А, нет, все равно. Кровища тут. Похоже, это выход. Я уж испугался, что мы не выберемся. Ну, как... В смысле не выберемся? Со мной-то, да не выберемся. Ты что? Полуровня прокачали. Вас заметили? Кто? Кто меня заметил? Прячься. А как прятаться? Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. А что, у него можно что-то украсть? Ближайший отсюда город, это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. В смысле, удачи? Все, ты сваливаешь? У вас заметили. Вас не видят. А, у него нужно украсть, пока он меня не видит. Ладно. Давайте посмотрим на карту. Текущая локация. Так, это откуда мы пришли, крепость. То есть, я сейчас в свободном полете следую этот мир. Блин, что-то как-то мне не с руки с этим молотом. Вообще неудобно. Двуручный меч, что ли, хотя бы тогда. И убери его нафиг. Просто бегаем и ищем себе какие-то задания. Что-то иди ты там по своим делам. Что-то все время на меня оглядывается. Пойдем, говорит, разными дорогами. Ну, тут как бы одна пока дорожка. Иди, отстань. Мне нужен тороп. Вступить в имперский легион. Да я как бы не особо хочу туда вступать. Мы можем же туда не вступать. Мы можем просто пойти по своим делам. Искать какие-нибудь себе задания. О, лисичка. Наверное, можно охотиться, если лук взять. Тихо. Тихо, спокойно. Так, а как... Подожди. Как бежать, присесть? А, вот, смотрите, бежит. Подожди, мы отсюда не пришли ли? Нет, смотрите, я уже упили его довольно-таки далеко. Нормально. В общем, теперь, я так понимаю, я в этом... В свободном движении. Туда хочу, туда иду. Что хочу, то и делаю. Он как бы мне сказал, что иди вступи. Ну, я как бы не очень здесь с ним согласна. Что там? Впереди по карте, типа, вот, смотрите. О! А то он меня туда отправлял. Так как бы не брекнуться. Слушай, мне кажется, высоковато. Падать. Ладно. Посмотрим, что здесь за тропы. Постоянно, наверное, нужно сверяться с картой. Ну, вот я иду по основной широкой тропинке. Остальное, ничего такого тут не вижу. Опа. Может быть, нам... А эти растения? Да, можно брать, конечно. Может быть, нам нужно найти какое-нибудь селение. Там. Раздобыть задания для себя. Лисички. Что, я не знаю, будем стрелять-то? Надо это мне вообще? Давай попробуем. Тихо. Тут, как бы, по идее-то, красться вот так надо. Чтобы она меня не ведела. Где вот она? А то я иду за ней, как слон. Потому что она убегает. Первая охота. Не, ну первая охота была все-таки медведь. Там даже не охота так, в частности. Блин, она уже достаточно далеко убежала. Не. Пойдем дальше. В общем, наверное, вот таких перебегов, бестолковых, без чего-либо, без делания чего-либо, я так даже скажу, будет много. И их я, наверное, буду вырезать. Тихо. Ах ты! Тут же побежал. Слишком далеко. 23 стрелы. Ну, по крайней мере, вот впереди уже какая-то деревня. Вот это вот вижу. Сейчас там походим. Побежали. Пуфик. Что-то охота сегодня не задолваясь. Они слишком быстро убегают. У меня вот в этом Assassin's Creed Origins неплохо получалось охотиться. А тут что-то прям вообще. Ривервуд. Посетим. Но уже, наверное, в следующей серии. Это первое знакомство. Очень насыщенное меня с этой игрой. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Я надеюсь, что вам тем не менее нравится. И, ну, пишите, конечно же, свои подсказки, что вы думаете, что, куда пойти, что делать и так далее. И на этом я с вами попрощаюсь. Встретимся в продолжении. О, там волк, кстати говоря, человек от него бежит. Или эта собака за ним бежит. Не знаю. Разберемся. Вот если вы впервые на канале случайно попали, не забудьте подписаться, чтобы посмотреть продолжение или другие прохождения у меня на канале. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Именно там все новости, анонсы стримов и прочее, прочее. Спасибо вам еще раз и пока-пока.